Вифлеемский огонь в украинской столице. Скауты привезли его из Вены и передали общине Киева в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Отсюда символическое пламя будут распространять по всей Украине, отвезут и в зону АТО. Андрей Яковин продолжит. Скауты организации Пласт вносят вифлеемский огонь в Патриарший собор Воскресения Христового. Отсюда пламя мира будет распространяться по Украине. Эти пластуны, которые пришли к нам, принесли огонь и напоминают нам, что Господь рождается для того, чтобы принести мир, радость и покой. И самое важное – это тот мир, который мы храним в нашем сердце. Получая этот огонь, люди должны помнить и любить, хранить любовь в себе. Это необходимо для того, чтобы потом творить добрые дела. Игорь Беляк со своей семьей пришли на утреннее богослужение. Приняли участие в церемонии передачи вифлеемского огня. Его понесут в свой дом. Принести Божью любовь и ласку в свой дом и получить благодаря этому Божье благословение. Для меня это не просто огонь. Это как зажечь искорку не на свече, а в своем сердце. И придать ее своим близким, чтобы они могли почувствовать вместе со мной радость от момента рождения Иисуса Христа. Вифлеемский огонь скауты также пронесут по больницам и детским домам. А в этой лампадке его повезут на восток Украины, в зону боевых действий. С 14-го года традиционно каждый год мы небольшой группой с пластунами едем на фронт. Проезжаем практически всю линию разграничения. Передаем бойцам этот вифлеемский огонь как символ мира и добра. В распространении вифлеемского огня пламя не главное. Даже если свеча потухла, в этом нет ничего страшного. Вы можете принести ее домой и поджечь в удобный для вас момент. Андрей Яковин, Максим Янута, UATV.